Ну, хотим интервью с Минаевым, это мы все знаем, это мы уже с вами разговаривали с Сергеем Минаевым. Могу рассказать, что произошло сегодня с Ютьюбом. Я сегодня проснулся утром в 8 утра и посмотрел статистику вчерашнего эфира, и понял, что вчерашний эфир, который был с председателем коллекторского агентства, с этой самой палаты коллекторской, до сих пор не загрузился. И не загрузился он по вине Ютьюба. То есть Ютьюб перестал вообще физически обслуживать нас. После того, как мы несколько раз, причем не несколько, это не два и не три, а там раз двадцать, обратились в Ютьюб с апелляциями наших, так сказать, рекламных компаний. И Ютьюб у нас совершенно наглым образом, просто по-хамски совершенно, а там же работают вот эти дети какие-то непонятные, 20-летние какие-то подростки, которые абсолютно хамским образом говорят, да вам объяснили, что мы не будем этого делать никогда. Я это рассказывал уже в программе в одной, что однажды мне кажется, генеральный директор Mail.ru объяснял, что невозможно договориться с подростками, которые работают в ВКонтакте, потому что они все навольнята. Вот есть абсолютно такая же история. Ютьюб набит какими-то там навольнятыми, 20-19-летними подростками, которых винтят на митингах. И они бесконечно, значит, там просто промоутируют этого Навального, которого выставляют в эфирном... Просто выглядит смешно там Навальным. Навальный фильм про этот дворец бессмысленный в Геленджике уродливый занял там первое место в Испании. То есть как будто это испанский видеоконтент. Ну то есть люди просто абсолютно нагло накручивают просмотры разным, которые им нравятся контенту. А контенту, который им не нравится, они по непонятным причинам не нравятся просто так. А они пессимизируют. То есть они не выдают даже в поиске. Вот, например, у нас есть самая главная сейчас претензия к Арти Россия, не Арти, а вот Арти Россия, то, что я возглавляю. Это то, что, а что это у вас контент такой не запутинский? Вас специально создали для того, чтобы оправдывать путинский кровавый режим. Вы специально существуете для этого, поэтому у вас какой-то странный контент. Вы что-то не пойми. То ли вы за власть, то ли вы за против... То есть как просто представить себе, что есть люди, которые в здравом уме, они не могут. То есть нужно быть либо за власть, либо против власти, либо за Навального, либо против Навального, требовать его уничтожения и так далее. То есть просто, когда они видят контент, например, у нас есть такой контент, такой фильм с Димой Игнатовым, это такой параатлет. И вот они его видят, и видят, что это хорошее кино, абсолютно для западного телевидения снято. Вот сейчас показывают там RT на английском языке, и оно уже там номинировано, кажется, на ЭМИ там в следующем году. Так вот у нас в российском Ютьюбе 1800 просмотров, потому что его Ютьюб русский просто пессимизировал до мышей. То есть его нет, его не существует, его никак в ни в какой выкладке не было никогда. И это как бы не проблема контента. Я вот сегодня включил Ютьюб просто посмотреть. А там старая, уродливая женщина лет 80 с каким-то пожилым журналистом обсуждают, как Путин всех отравит. И там прямо написано, Путин никогда вам не простит или что. Это Радио Свобода, какая-то женщина, которая работала, еще когда Петр Вайль, я не знаю, был мальчиком на этом Радио Свобода. Когда там еще, не знаю, Иосиф Бродский еще из России не эмигрировал, она уже на Радио Свобода была заведующим отделом под очисткой. И вот эта женщина, значит, там Путин отравит Россию, ну все, как мы любим. И раз там уже прямо номер там такой-то на вкладке в тренде. Но это никто не смотрит, вы поймите. То есть это как бы подобровольно смотреть никто не будет. И тем не менее это все в тренде, потому что Ютьюб это повышает, повышает моментально. И я посмотрел пропараллельно. То есть вот идет у тебя там трансляция в Ютьюбе, прямая трансляция прямого эфира Андрея Малахова, или там как это называется у них, и там 5000 одновременных зрителей. 5000 в пике. А у этой, значит, Радио Свободы одновременных зрителей якобы, там типа 1015. И это, конечно, абсолютная чушь, потому что завтра вы посмотрите цифры прямого эфира и посмотрите, что там миллион на самом деле реальный. А у этого Радио Свободы так и останется 100 тысяч. Но зато она сразу выложена на вкладке в тренде. И я абсолютно утверждаю, что это делается ручками русским Ютьюбом. И мы много раз это проверяли на себе. То есть мы видели, как физически уничтожают просмотры, скручивают просмотры. Ты такой просыпаешься, а у тебя реальные твои просмотры прям скручены ручками. И тебе говорят, нет, ну просто так получилось, просто вы же наливаете боты. Вот, говорят, заходит Оксана Пушкин. У нас было видео про собачек. Про собачек! Где я говорю, вот берите собачек, пожалуйста, из приютов. Вот, кто к чему не призывают вот эти женщины из Государственной Думы. А, и вот это видео собрало там, было несколько там сотен репостов у меня просто в Фейсбуке. И видео собрало там 13 тысяч просмотров. Тут же взяли и скрутили 10 тысяч. Почему скрутили 10 тысяч? Ну, совершенно непонятно. И в итоге просто я перестал, я просто, меня утром так взвесило, что я действительно написал руководителю Роскомнадзору письмо. Потому что я просто больше не могу это все терпеть. Меня это абсолютно вымораживает. Я смотрю на это и думаю, господи, ну что же вы такое делаете? Но, тем не менее, мы сейчас в прямом эфире, мы в прямом эфире на Рутюбе. Мы тестируем эту возможность. Заходите, Оксана Викторовна, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотя вот говорят, что тестовая трансляция на Рутюбе что-то опять не идет. Но ничего, она пойдет. Мы в прямом эфире на Ютьюбе по-прежнему, пока он работает в Российской Федерации. Мы будем это делать. Мы в прямом эфире Фейсбука и ВКонтакте Арте на русском. И мы в прямом эфире кабельного канала Артедок. Артеде. Так что мы на всех площадках, на которых мы можем эфирить. Это суммарная аудитория там несколько миллионов.